Здравствуйте! Меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске. Вы раскачиваете лодку. Ответ Министерства обороны России на требования о демобилизации. ЕГЭ с раздеванием. Как выпускной экзамен превратился в экзекуцию? Униформа для Бузовой. В Госдуме предложили ввести дресс-код для артистов. ШИС, Куштау. Кто следующий? Почему власти боятся эко-протестов? Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты. В десятках городов России и по всему миру 4 июня, в день рождения Алексея Навального, прошли акции его памяти. Ему бы исполнилось 48 лет. В Москве сотрудники правоохранительных органов сорвали совместный просмотр трансляции концерта «Привет, это Навальный», который проходил в Берлине. Как сообщает ОВД «Инфо», около 30 человек задержали и опросили на месте. В тот же день люди несли цветы на могилу Навального на Борисовском кладбище в Москве, в других городах, к памятникам жертвам политических репрессий. В Новосибирске полиция задержала двух человек, возлагавших цветы. Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии. По официальной версии, у него оторвался тромб. Соратники и оппозиционеры утверждают, что Навального убили. Большую часть своего заключения он провел в штрафном изоляторе. В штрафном изоляторе колонии в Смоленской области держит и политика Илью Яшина. На днях, сразу после 15 суток ШИЗО, ему добавили еще 12. По мнению администрации колонии, оппозиционер нарушил форму одежды, когда после выхода из душа снял робу, чтобы переодеться. А поводом для прошлого наказания стало то, что он покинул спальное место на три минуты позже команды подъем. В декабре 2022 года Илью Яшина приговорили к 8,5 годам колонии за распространение так называемых фейков о российской армии. Из-за стрима, в котором политик рассказал об убийствах жителей Бучи. За видео о Бучи 5,5 лет колонии получила и стример из Москвы Анна Бужутова. Суд признал ее виновной в распространении фейков. Поводом для дела стал ее прямой эфир на платформе Twitch, во время которого Бужутова показала плакат с надписью «Буча более 300 мирных жителей убиты российскими военными» и произнесла фразу «Смерть российским оккупантам». Также девушка прочитала историю о том, как российский военный изнасиловал украинскую девушку из Бучи и убил ее мать. Позднее Бужутова удалила видео и свой профиль в Twitch. Однако запись стрима опубликовал телеграм-канал «Мужской легион». В августе прошлого года ее арестовали. Бужутова вину не признает. Три с половиной года колонии и поселения суд в Санкт-Петербурге назначил гражданину Соединенных Штатов Америки и России Юрию Малеву по делу о реабилитации нацизма. Он опубликовал в «Одноклассниках» изображение георгиевской ленты с подписью, которую пресс-служба судов описала так, далее цитирую, «Опознавательный знак лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией». Конец цитаты. А кроме того, как утверждает следствие, он опубликовал изображение трупа с подписью, как правильно носить георгиевскую ленточку. Малев признал вину. С 1991 года он постоянно жил в США, а в прошлом году приехал в Россию в гости. В декабре 2023 года его задержали. Донос на Малево написан от имени 86-летней пенсионерки, которая во время Второй мировой войны перешла блокаду Ленинграда. Художница Алиса Горшенина из Свердловской области, известная своей антивоенной позицией, сообщила, что за неделю на нее в правоохранительные органы поступили как минимум три доноса. В ФСБ и Генпрокуратуру на Горшенину пожаловались общественные организации «Зов народа», Комитет по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства и содружества ветеранских организаций «За други своя». Доносчики ставят в вину Горшениной участие в антивоенном клипе группы «Пусти рай от Лебединое озеро», для которого она делала реквизит. Горшенина отметила в соцсетях, что с давлением она сталкивается с начала войны в Украине, которую она осудила, но уезжать из России не собирается. Пермский краевой суд отклонил апелляционное представление прокуратуры, обжаловавший приговор бывшему члену управления Пермского центра исторической памяти Александру Чернышеву. В апреле суд назначил ему три года условно по делу о покушении на контрабанду культурных ценностей. Гособвинение опросило реальный срок. По версии следствия, Александр Чернышев и бывший глава отделения мемориала в регионе Роберт Латыпов попытались вывести в Германию архивные документы мемориала, которые представляют культурную и историческую ценность. Почти год Александр Чернышев провел в следственном изоляторе. Два миллиона рублей компенсации назначил суд в Оренбурге местной жительнице Ларисе Пекаловой, пережившей пытки в отделе милиции в 2010 году. Ее задержали вместе со знакомыми по подозрению в Сирии «Краш» и избили, добиваясь признательных показаний. Врачи диагностировали у Пекаловой сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Спустя год следствие установило, что Пекалова и ее знакомые не причастны к преступлениям, в которых признались. Сотрудников полиции, избивавших Пекалову, привлекли к ответственности только спустя 12 лет, в 2022 году. Их признали виновными, но освободили от наказания в связи со стечением сроков давности по делу. Вы раскачиваете лодку и не можете называться гражданами России. Такие слова услышали от представителей Минобороны. Родственники мобилизованных, их матери, жены и дети вышли на пикет к зданию ведомства. Они требуют ротации на фронте. Солдаты, по их словам, служат без отпусков. Многие, несмотря на несколько ранений. А дома их ждут дети, которые растут без отцов. О том, как власть реагирует на подобные акции, расскажет Анастасия Тищенко. Нам на колени нужно всем снять. Давайте на колени. Давайте встанем на колени. Давайте. Родственницы мобилизованных вышли с плакатами к зданию Минобороны в Москве. Они требовали встречи с главой ведомства Андреем Белоусовым. Но встретили их лишь полиция и автозак. Почему наши мужчины должны воевать? У нас мальчики там молодые, юные, гибнут. 20 лет, 25 лет. Мы каждый день в чатах скидываемся. Видите ребенка, видите? Вот я родила, а через три месяца у меня забрали мужа. Она папу не видела. И таких у нас много. Жены мобилизованных требуют ротации на фронте. Это уже не первая подобная акция. Но вернуть мужей и братьев не получается. Некоторые находятся на войне с начала мобилизации. То есть с осени 2022 года. К женщинам в итоге вышел представитель Минобороны генерал-полковник Борисенко АА. Рассказала в своем телеграм-канале одна из участниц акции Мария. Начала предлагать решать вопросы по социальному обеспечению. Сказала, что у нас вообще-то война, вся страна воюет. Наши парни будут до конца СВО. Мы пришли сюда, требовали встречу с министром, с уполномоченным тем, кто вернет нам наших мужей. Борисенко не уполномоченный. А пенюг раскачивает. Он сказал, что мы не имеем права называться гражданами России. Решение этого вопроса лежит на поверхности, написала Мария в своем телеграм-канале. Далее цитата. Либо закончить СВО и перестать врать, либо провести вторую волну мобилизации и тоже перестать врать. Или просто вернуть наших мобиков. Конец цитаты. Другие способы, кроме акции протестов, девушки уже испробовали. Мы хотели решить проблему, скажем так, не вынося ссор из избы. Мы писали обращение, мы создали межпарламентскую рабочую группу, ходили в Минобороны. Все это не дало никакого результата. Поэтому мы здесь, потому что мы не знаем, как еще достучаться до руководства. Дать отпуска или ввести ротацию требуют родственники мобилизованных не только в Москве, но и в других регионах России. Почему мобилизованных нет сроков? Почему они должны там быть бессрочно? В нашей стране очень много мужчин, которые могут заменить их. Почему не производят ротации? Почему нет отпусков? Ничего не происходит. Требуем заменить мобилизованных. В ответ в тематических группах, кроме поддержки, звучат угрозы. Некоторые, например, призывают признать участниц акции иноагентами. Пишут, что они предают родину, призывая закончить СВО. В конце мая иноагентам признали движение «Путь домой». Его также создали родственники мобилизованных. Участники акции у Минобороны при этом подчеркивают, они отношения к этому движению не имеют. Список иноагентов внесли и одну из основательниц движения «Путь домой» – Марию Андрееву. В ответ она написала в своем телеграмме «Маразм и страх крепчает». Андреева планирует оспаривать статус в суде. А вот что рассказала на своей странице в социальных сетях Паулина Сафронова. Она часто присоединяется к акциям в поддержку демобилизации. В октябре, 7 октября 2022 года мобилизовали моего супруга, отца моего ребенка. На тот момент дочери было 3 месяца. Меньше чем через месяц ей будет 2 года. Я узнала о проведении акции, которая прошла позавчера. И пришла на нее в качестве корреспондента. Потому что СМИ мы решили не звать. Мы решили не звать СМИ, потому что на предыдущей акции девочку повязали, которую она снимала. Мы решили, что раз жены не трогают, то жены и должны снимать. У меня в контакте было порядка 30 СМИ, я все им раскидала. Девочки требовали возвращения своих мужчин. Что я думаю о самой акции? Я считаю, что девочки очень смелые, очень вообще какие-то нереальные, крутые. Потому что это несанкционированный митинг, который карается законом. Мы перебороли этот страх, мы вышли. Все прекрасно видели, как подъехал автозак, так он и уехал. Все поняли, что жен трогать не будут. Сейчас идет очернение тех, кто вышел, в том плане, что они на больнистке, они там цепь социруют, там не знаю. Все нам платят, вот правда, что-то денег нет. Девочки вышли с требованием заменить одних на других, вернуть только их. Кто-то вышел с требованием, там была жена контрактника, установить сроки для контрактников, вернуть контрактников, у которых закончился срок службы. Те, кто вышел, они огромные молодцы, и осуждать их за какие-либо действия, которые они произвели на акции, вообще нельзя, и не ваше это дело. Потому что те, кто вышел, они сделали больше, чем те, кто пишет в комментариях что-то. Диванные войска, диванные революционеры. Это те, кто... Вот диванные, это вот мои самые любимые. Это те, кто... А что, это вы против СВО не выходите? Вы идите против СВО. Сами выйдите против СВО, я посмотрю. А что вы там... Это... Ваши мужья там это... Защищают Родину, а вы тут их позорите. Идите и защищайте Родину. Вот идите и защищайте Родину, и пускай ваша жена будет сидеть и не позорить. В общем, хочу сказать, что те, кто вышел, огромные молодцы. И они выйдут еще раз, и их будет еще больше. Потому что... Кто-то скажет, акция была бесполезна. Нет, она показала, что с женами ничего не сделают. Кто-то там на счет говорит, ой, они встали на колени. Мы встали на колени, и весь мир увидел, что с женами, матерями участников СВО, которые встали на колени, Белоусов не вышел. И не поговорил. И, надеюсь, в следующий раз, когда девочки выйдут, с нами поговорят. Это было видеокомментарий жены российского мобилизованного Паулины Сафроновой из ее социальной сети. Единый государственный экзамен в России снова критикуют. Но в этом году больше говорят не о качестве образования или недостатках тестовой системы. Организаторам ЕГЭ досталось за правила безопасности. Школьников перед экзаменами заставляют буквально раздеваться для досмотра. Охранники ищут шпаргалки даже в нижнем белье старшеклассниц. Скандал в Воронеже, где девочкам пришлось прямо на улице снимать лифчики, оказался самым громким, но не единственным, рассказывает Роман Перл. Меры безопасности строже, чем в аэропортах. Школьники выкладывают из карманов личные вещи, а затем проходят через рамку металлоискателя. И вот камера видеонаблюдения фиксирует, как охранники толкают подростков, а потом вынуждают девочку поднять свитер и показать нижнее белье. Это съемки досмотра перед экзаменом по русскому языку в 62-й школе в Воронеже. Девушку, которая задирает свитер, все равно не пропускают. После экзамена ученицы рассказали, что их заставили раздеться прямо на улице, а потом пройти досмотр уже без нижнего белья. Сдавать экзамен также пришлось без бюстгальтеров. Поначалу директор школы отрицала случившееся, а чиновники областного министерства поспешили заявить, что не видят нарушений. Конфликтных ситуаций в рамках входа не зафиксировано. Признаков тревожности, нервного возбуждения у выпускников не наблюдалось. Это официальное заявление Воронежского Минобразования. А в подтверждении слов чиновники выложили видеозапись. Правда, сами посмотрели ее не очень внимательно. И ролик, где школьница задирает свитер перед охранником, впервые выложили на сайте правительства области. Скандал вышел на федеральный уровень. Следственный комитет начал проверку. А глава Совета по правам человека Фадеев призвал подумать о технологиях досмотра. Школьный стриптиз обсудили и в Государственной Думе. Задумайтесь. Вот мы все тоже родители. И как отреагирует каждый из вас, если ребенка будут раздевать? Кто это придумывает? Это правонарушение, а возможно и преступление. Так отреагировала глава Комитета по просвещению Ольга Казакова. Другие депутаты в очередной раз призвали отменить ЕГЭ. Сколько у нас девочек рожать не будет уже никогда. Потому что стрессы не все. Воронежский скандал оказался не единственным. Перед экзаменом по русскому школьниц заставляли раздеваться и в Чувашии. Родители подростков уже написали заявление в прокуратуру. Но пока ни депутаты Госдумы, ни Следственный комитет, ни прокуроры никого, похоже, не напугали. Уже на этой неделе подростков унижали в Московской области. Екатерина Мизулина опубликовала жалобу девочке, которая рассказала, как охранники тыкали ее одноклассников металлоискателями в Паховую область, задирали школьницам юбки, а нескольких учащихся отвели в туалет, где заставили раздеваться. И все это перед единым государственным экзаменом по обществознанию, тем самым предметом, на котором дети знакомятся с конституцией страны, ее законами и правами граждан. Публичное раздевание может нарушать право на уважение частной и семейной жизни, унижать достоинство человека. Его даже можно рассматривать как сексуализированное домогательство, отмечает команда против пыток. Здесь напоминают, что досмотры с раздеванием обычно практикуют в отделах полиции, в местах лишения свободы и в армии. И это законно. Но даже там они должны проводиться надлежащим образом и быть обоснованными. 28 мая, в день сдачи ЕГЭ, охранники в одной из воронежских школ попросили нескольких девочек снять бюстгальтеры из-за звона металлодетектора. Мы не нашли случаев с раздеванием в школах в мировой судебной практике. Их нет в практике ЕСПЧ и комитетов ООН. Досмотры с раздеванием обычно встречаются в отделах полиции, СИЗО, колониях и армии. Но даже там они должны проводиться надлежащим образом и быть обоснованными. Вот несколько примеров. В колониях и СИЗО досмотры могут проводить, например, для предотвращения преступлений или беспорядков в тюрьме. Заключенных могут заставить раздеться и приседать. В практике ЕСПЧ есть случаи, когда унижающим достоинство посчитали досмотр литовского заключенного, которого заставили раздеться при женщине, офицере. В деле из Нидерландов сотрудники тюрьмы получили информацию о том, что один из заключенных может сбежать. Они поместили его в изолятор строгого режима и на протяжении трех с половиной лет каждую неделю проводили досмотр с раздеванием. В случае с раздеванием в армии в пример можно привести кейс из России. 19-летнего Михаила Лялякина заставили стоять перед сослуживцами в трусах после попытки побега из воинской части. ЕСПЧ посчитал такое обращение унижающим достоинство, поскольку российские власти не смогли объяснить, зачем вообще нужно было раздевать солдата. Угрозы раздеть женщину могут расцениваться к сексуализированной домогательства и дискриминации. Журналистка Инга Абрамова из Беларуси столкнулась с неуважительным отношением сотрудников изолятора временного содержания во время ареста. Ее досматривали сотрудники мужского пола и среди них не было женщин. Сотрудники трогали ее ягодицы, издевались над ней и угрожали раздеть догола. Ну а что Воронеж? Как водится, никто из местных органов нарушения не признает. Материалы проверки в Следственном комитете, а некоторые взрослых отстранили от работы на экзамене. Ребенку, уверен, было крайне унизительно оголяться перед какими-то незнакомцами, да даже перед одноклассниками. Это был фрагмент видеокомментария размещенного на сайте команды против пыток. Вы смотрите программу «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нами учитель Александр Кондрашов. Здравствуйте. Александр, здравствуйте. Я попрошу вас прокомментировать вот эту ситуацию в Воронеже, которую уже обсудили, наверное, со всех сторон во всех соцсетях и не только и в Думе даже об этом говорили, и в Следственном комитете, и в прокуратуре, где, собственно, проводили обыски учеников перед тем, как сдавать экзамен. Как вы оцениваете такое поведение учителей, проверяющих во время ЕГЭ? Насколько это оправдано? Ну, во-первых, я хотел сказать, что не всегда, конечно, это только учителя себя так ведут. Проверку металлоскателей могут осуществлять сотрудники ЧОПов, которые вообще, и, скорее всего, речь идет именно об этом, которые не имеют вообще отношения к педагогической работе. И в целом, мне кажется, что есть как бы два слоя экзамена. Это как бы именно экзамен, проверка знаний, кто может, кто с какими результатами закончил школу, там поступит в университет. Но мы видим, ну, это вообще-то очень давно существует в той или иной мере, что это еще и некое такое вот первое взаимодействие школьников с таким, скажем так, большим государством, ну, или одно из первых. Да, потому что все-таки, конечно, школа тоже формальная государственная структура, но она обычно как-то очень на местном уровне существует. Вот, и там какие-то есть свои внутренние правила, которые могут отличаться там от всяких строгих законов и так далее. Вот, а ОГГ это показательно организовано вот по там правилам, которые присылаются из Москвы с кучей. Это очень дорогое мероприятие, да, при этом, хоть оно и дорогое, в нем используется ну, практически принудительный труд, да, потому что там мои коллеги часто работают в некоторых регионах вообще за сущие копейки и они не могут часто от этого от работы на ЕГЭ отказаться. То есть это некая такая вот вся ситуация некого такого участия, вот, скажем так, такого очень централизованного государства, да, проверяется он тоже централизованно, везде камеры, металлоискатели, вот эти обыски, контроли, все-всего очень боятся, учителя очень боятся ЕГЭ, потому что и как напишут их ученики, и больше всего они боятся, если они что-то не так сделают, если они работают организаторами в аудитории. Очень страшно, посадят в тюрьму, уволят с работы и так далее, если хочешь, что-то не так делаешь, всех очень вот так вот готовят. То есть это вот этот слой... не только для тех, кто сдает экзамен, но и для тех, кто принимает и контролирует эту процедуру. Конечно, конечно, но главное, что это, понимаете, это стресс, это вот, ну, в целом такая ситуация, да, есть такое понятие переформативности, да, то есть вот эта ситуация, она несет сама по себе определенный смысл, да, не то, что мы сдаем экзамен, а как мы его сдаем, что мы при этом делаем, как мы его проверяем. И вот это вот, ну, и основные компоненты, это страх, страх ошибки со всей стороны всех участников процесса, от, там, не знаю, губернатора региона, да, который тоже боится, что в его регионе будет скандал на ЕГЭ, потому что это то, что контролируется федеральными властями. Один из отчетностей вплоть до там школьника, уборщицы, учителя-организатора в аудитории, охранники для всех, это вот какая-то очень страшная вещь, да, то есть, ну, кажется, заканчиваем школу, поступаем в этих всех, да, это ответственный момент, но почему он должен быть именно таким, почему это должен быть такой вот построенный на страхе, на каком-то вот таком насилии. У вас есть ответ на этот вопрос? Ну, да. Почему? Мне кажется, что это, ну, часть такой государственной политики, да, принесенная в школу, да, вот мы сейчас видим, как государство пытается в другие сферы школьной жизни, как бы все больше, вот, очень централизованно делать, например, разговоры о важном, да, которые где-то там разрабатываются даже не педагогами, да, говорят, политтехнологами, вот, и рассылаются по всем школам, вот, то есть, это вот новая вещь, АЕГ появилась давно как первый такой шаг по вот такому непосредственному контролю, условно говоря, из Кремля, ну, понятно, что там Рособранадзор, это вот не в Кремле находится, да, на Сухаревской, но в Москве, да, но тем не менее, да, вот оттуда, вот напрямую следить за каждой школой, каждым выпускником, каждым, ну, не каждым учителем, но каждым учителем, который работает на АЕГ, за ними всеми, вот, очень внимательно следят в эти дни, вот, то есть, мне кажется, что это вот такой первый шаг по вот такой вот гиперцентрализации, да, которую мы видим в очень разных сферах нашей жизни, вот, ну, вот в школу оно пришло, начиная с ЕГЭ, а теперь оно разрастается в разные стороны. Ну, смотрите, некоторое время назад психологи в России, ну, прям начали бить в колокола и говорить о том, что появился синдром ЕГЭ у подростков, и они при этом отмечают, что год от года число тревожных расстройств на фоне сдачи экзаменов в школе вот этого ЕГЭ растет, и за медицинской помощью часто обращаются после ЕГЭ целыми семьями, то есть дети и родители и все. По мнению декана факультета психологии Новосибирского государственного педауниверситета Ольги Андрониковой, сегодня единый госэкзамен из формального теста по проверке знаний превратился в событие, от которого буквально зависит жизнь человека. Как вы оцениваете, согласны ли вы с мнениями психологов, и с вашей точки зрения, может ли школа повлиять, школа учителя, сами образование повлиять на то, чтобы как-то это изменить, эту ситуацию, чтобы не доводить детей до суицида. Каждый год о таком мы слышим и читаем, и в этом году уже тоже. Здесь очень важно как бы в контексте нашего общества это восприятие. Просто для многих семей ЕГЭ это единственный социальный лифт, потому что это возможность поступить в ВУЗ, на бюджет, конечно. Бюджетные места каждый год сокращаются, то есть понятно, что родители из более обеспеченных семей, наверное, они не так сильно переживают из-за ЕГЭ, потому что вообще в ЕГЭ какой есть плюс, все-таки, мне кажется, важно, чтобы он остался, это то, что его можно пересдавать, по-моему, два или три раза в год. Вот, это, конечно, очень важно, но позволить себе это могут не все. Во-первых, если мы говорим о мальчиках, которые заканчивают школу, допустим, в 18 лет, то это, ну, единственный шанс часто не попасть в армию, да, а попадание в армию сейчас для многих родителей это настолько большой страх, да, потому что уже речь идет о риске жизни своего ребенка, да, потому что мы видим столько сообщений, да, что происходит, не говоря уже о тех страхах, которые остались еще там с прошлых времен об армии. Сейчас они в 10-20 раз посильнее. И для многих семей поэтому это единственный шанс, ну, как бы действительно стоит речь о том, куда пойдет дальше жизнь их там ребенка, в которого они вложили столько сил. Для родителей, для ребенка это и давление внешнее огромное со стороны родителей, со стороны школы, причем и учителей отдельно, одноклассников, потому что идет конкуренция между ребятами. Для многих вот эта одна сдача это единственный такой вот шанс, по крайней мере, они его так рассматривают, да, вот, поэтому, конечно, ну, наверное, есть разные подходы, да, не во всех сторонах поступление в ВУЗ такое конкурентное, да, например, там во Франции, в Греции часто во многие ВУЗы студенты могут просто записаться, а исключают их после первой сессии, да, кто не смог сдать экзамены уже обучаясь в ВУЗе, вот, и здесь тоже есть проблема, потому что, я имею в виду, вокруг вот этого конкурса на поступление есть проблема, потому что ВУЗы часто недовольны тем, какие к ним приходят абитуриенты, они должны их принимать по ЕГЭ, но они часто получают, ну, не совсем тех людей, которые заинтересованы в этой специальности, и система высшего образования у нас ЕГЭ очень сильно не любит, вот, хотя, конечно, вот идея того, что из любой деревни можно поступить в ВУЗ, это очень здорово, да, и что тебе не нужно ехать в Москву, там, как в советские годы, там, лето, все лето жить, там, у какой-нибудь двоюродной тети, чтобы ходить на экзамены, это прекрасно, вот, но я думаю, что меры социальной поддержки, да, это первое, что нужно, и второе, ну, вот, ситуация с тем, что, как бы, достижение 18 лет и отсутствие отсрочки, это просто фатально для многих семей, ну, этого быть не должно. Это проблема решаема? Ну, опять же, да, то есть это приоритеты общества, просто мы видим, какие сейчас у государства приоритеты, на что идут деньги, да, когда сколько стоит одна ракета, там, используемая на территории Украины и так далее, да, на эти деньги можно, там, подготовить огромное количество учеников, выделить им дополненных преподавателей, и, конечно, просто нужны намного большие расходы на образование, причем именно на непосредственно на содержание образования, да, не на, там, исполнение гимна, да, вот мне рассказывали коллеги, да, в школу приезжает комиссия, там, шести-семи человек, они только проверяют, как исполняется гимн и как поднимается флаг, это их работа, они получают за это зарплату, наверное, не самую маленькую, не один человек приезжает проверить, а целый коллектив, чтобы просто снять это на телефон, отправить отчет, да, в этой школе поднимается флаг, исполняется гимн, то есть на это идут, эти деньги можно пустить на то, чтобы было больше учителей, больше поддержки, отстающим ребятам, дополнительную поддержку, ребятам мотивированным, дополнительную образовательную поддержку, это все требует вложения ресурсов. И политической воли, как многое сейчас в России. Спасибо большое, учитель Александр Кондрашов, был на связи с программой «Человек имеет право». После скандала из-за наряда Ольги Бузовой на концерте в Уфе в Госдуме предложили ввести для артистов дресс-код. Соответствующей инициативой выступила член Думского комитета по защите конкуренции коммунистка Ирина Филатова и уже написала запрос министру культуры. По словам Филатовой, не все российские артисты осознают влияние собственного поведения на широкую публику, а уважение к зрителям требует соблюдения морально-этических норм и правил поведения, особенно среди артистов, транслирующих свое творчество для молодежи и детей. Как, по мнению депутатов и чиновников, должны выглядеть российские артисты, выяснял Роман Перл. Вот он, тот самый наряд Ольги Бузовой, ставший оружием массового поражения морали и нравственности. Черные ремни и высокие сапоги певицы оскорбили и башкирские власти, и депутатов Госдумы, и Екатерину Мизулину. Всего пару лет назад этот сценический образ не сочли бы особенно вызывающим. У той же Бузовой были наряды и посмелее. Но времена изменились. Как сказала депутат Нина Астанина, в последние два года мы живем в другом обществе. Возвращаются наши исконные русские ценности, когда главное все-таки в девушке не обнаженка, а целомудрие. Пусть грешен я, но не грешнее вас, напрасленно страшнее обличения. Цитатами Шекспира Ольга Бузова отбивается от обвинений в соцсетях. Пока ее фанаты прикидывают, в каком платье Бузовой теперь придется воспевать исконные ценности. А ведь совсем недавно исполнительница одной из первых осудила почти голую вечеринку в Москве. Тогда нескромные фотографии полуобнаженных знаменитостей стали поводом для еще более громкого скандала. Хотя снимки сделаны на частном, а не на публичном мероприятии. Но организатор вечеринки Анастасия Ивлеева извиняется за нее до сих пор. А рэпер Васио, появившийся там в одном носке, сначала провел почти три недели в полиции, а затем был вынужден бежать из России. Другие же участники отправились с концертами на оккупированные украинские территории и скупать вину. До начала военных действий претензии ко внешнему виду поп-звезд редко приводили к настолько громким скандалам. Общественники в Тюмени и Екатеринбурге не раз требовали отменить концерты столичных звезд, но почти всегда их претензии сводились к нецензурным текстам песен. Депутат Виталий Милонов покушался и на Леди Гагу, и на Мадонну, но исключительно в рамках борьбы с ЛГБТ. Он же предлагал учредить полицию нравов к чемпионату мира по футболу в 2018 году и даже выражал готовность ее возглавить. Ну и тогда он собирался наказывать девушек за слишком вольное поведение, а не откровенные наряды. Теперь же, судя по всему, борьба за нравственность вышла на новый уровень и пока не ввели официальный дресс-код под ударом не только певцы и артисты. Ведь у Путина есть фотографии, которые теперь могут счесть непристойными. Во всяком случае, на Ольге Бузовой одежды больше. Эта программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией писательница и следовательница костюма Ленор Горалик. Добрый вечер. Ленор, здравствуйте. Как вы относитесь к предложению ввести на государственном уровне дресс-код для артистов? И на ваш взгляд, есть ли вообще что-то рациональное в этой идее или здесь можно говорить только об эмоциях и популизме? Во-первых, всегда следует помнить, что каждый человек который вносит какой-нибудь законопроект в Госдуму с огромной вероятностью преследует свои собственные цели и то, о чем идет речь, это не то, о чем написано в законопроекте. С другой стороны, ну вот, у нас есть пример КНДР, у нас есть пример Кореи, где есть фактически, если я правильно все понимаю, дресс-коды для артистов, и то, что предлагают нам сейчас, это не новая история, да, есть образцы. Я предлагаю помнить о том, что у нас был Павел I, который пытался надеть дресс-код на все, что движется, и это тоже не самая новая история, и закончилась она очевидным образом для всех. я могу понять логику, которая заставляет многих думать, что что-то рациональное есть в этой идее, потому что, когда мы говорим о людях, которые как-то влияют на большое количество других людей, нам очень хочется начать контролировать то, что с ними происходит. Это понятное движение разума, понятная эмоциональная картина, но у меня есть впечатление, что каждый раз, когда эту гайку начинаешь закручивать, она начинает, во-первых, давать обратную реакцию, а во-вторых, что-то где-то раскручивается в другом месте. Вот вы привели несколько примеров, но в частности попытки императора Павла I одеть всех как положено в соответствии с их рангами и положением то, что происходит в Северной Корее, в Китайской Народной Республике. А к чему приводят подобные попытки контроля внешнего вида граждан? Во-первых, они приводят к возникновению, насколько я знаю, они приводят к возникновению протестных субкультур немедленно. К тому, что очень высоко начинают кодироваться нарушения дресс-кода, к тому, что возникают субкультуры, которые создают собственные дресс-коды совершенно другого профиля, и к тому, что все, что соблюдает дресс-код, немедленно теряет во внимании особенно молодежная аудитория. Если ты соблюдаешь эти правила, ты перестаешь быть интересным. И это по-настоящему важно и надо учитывать, мне кажется. Хорошо, а чем можно объяснить стремление властей подобное? Ну, как-то всех уравняет, всех одеть правильно, в то, что скрепно, положено и добротно, а не как-то иначе, как они сами выбрали? Важно разделять две вещи. Искреннее стремление и политическую манипуляцию. Если за этим стоит искреннее стремление человека, искренняя убежденность человека, что если всех актеров и всех актрис, и всех исполнителей одеть в униформу, то что-нибудь хорошее от этого произойдет, то я не тот профильный специалист, с которым надо говорить, это специалист другого профиля. Скорее психолог? Что-нибудь в этом роде, да. Но желание контролировать все живое на пространстве современной России мы наблюдаем сейчас в самых разных областях. Каждый раз, когда, если я правильно помню из того, чем я пыталась заниматься, из того, что я читала в связи теории моды, каждый раз, когда речь идет о росте внимания к униформе, о предложениях ввести униформу там, где ее раньше не было, это всегда связано с тревогой. это тревога властей по какому-нибудь большому поводу и обычно по поводу каких-нибудь свобод, каких-нибудь свобод, которые еще остались у граждан. Желание одеть кого-нибудь правильно, это признак сильной тревоги властей. Ну, вообще, власти-то уже как-то пытаются контролировать дресс-код своих граждан российские, но я имею в виду, например, штрафы за то, что люди надевают на себя сочетание синих и желтых вещей. Например, если видят в гардеробе, тут же почему-то решают, что это фейки о российской армии, дискредитация, вообще какой-то полный бред. Человеку может прилететь буквально за его костюм, за неправильные цвета, за неправильный цвет волос теперь тоже могут оштрафовать, но уже за пропаганду ЛГБТ, причем исхитряются, составляя протоколы полицейские, как могут, чтобы убедить судью в том, что вот это и есть пропаганда, человека же с вашей точки зрения можно вынудить обычного человека, который живет и думает, что вот носить на свободном обществе живет, одеваться, покупать только ту одежду, которую говорит государство и одевать и носить каждый день только то, что вот положено. Ну, во-первых, мы все это делаем каждый день. Мы носим только то, что положено и одеваемся только так, как от нас требуют. Никто из нас не одевается так, как он хочет. Мы все учитываем требования социума, мы все учитываем требования государства и мы все учитываем требования наших близких. Это очень важно. Мы все одеваемся так, как от нас требуют исключения предельно редки. Для этого надо быть очень особенными, очень смелыми, очень самостоятельными, очень независимыми. Таких людей по-настоящему совсем мало. Это прямо важно помнить, когда мы говорим «я не такой, мы все такие». Но когда нам в лоб начинают говорить, мы будем вам писать законы и эти законы внедрять и заставлять вас еще жестче относиться к тому, что на вас надето, еще конкретнее воспринимать то, что на вас надето, еще сильнее, еще более твердой рукой направлять вас, это, конечно, вызывает сопротивление, как любая попытка навязать несвободу. С другой стороны, мы всегда, мне кажется, нам всегда стоит помнить о существовании нормального распределения. Будут люди, которые будут рады. Если вообразить, что мы живем в антиутопии, такой закон проходит и у нас появляются дресс-коды, они наверняка будут гендерно определенными, для мужчин отдельно, для женщин отдельно и больше ни для кого. Будут люди, которые будут рады. Кто-то будет рад, потому что порядочек, кто-то будет искренне рад, потому что одеваться стало проще, для кого-то одеваться это очень тяжелая задача и задача почти невыполнимая. Кто-то будет рад, потому что ему станет легче читать костюм других людей. Это тоже сложная задача, мы ее тоже решаем каждый день. Кто-то будет наоборот, на другом конце кривой, в бешенстве и ярости. Ему будет отвратительно, очень тяжело, он будет всячески выражать сопротивление и ради сопротивления будет готов платить штрафы или даже идти в тюрьму. И будет середина, которая будет разными способами проявлять одновременно конформность и сопротивление. Знаете, ведь я советский человек, и я помню советскую школьную форму, я относила ее вполне достаточное время. Я очень хорошо помню, как работала эта кривая, это нормальное распределение. Кто-то соблюдал школьную форму в каждом предписании до последней точки. Кто-то упорно ее не носил из принципа, и это бывало очень тяжело еще до перестройки. А кто-то делал вот это смешать, но не взбалтывать, немножко подчинялся, немножко отклонялся. То и все в меру своих, своей готовности, своих возможностей. Возможности – это очень важное слово здесь, потому что немедленно возникает вопрос о привилегиях. Кому можно, кому нельзя, кому что именно можно и нельзя. Это тоже будет очень важный момент. Мы говорим сейчас об антиутопии, мы не говорим о том, что это произойдет. Но я не очень верю, что эта антиутопия наступит. Во что я верю, это что произойдут, возможно, произойдут две вещи. Первое – это возникновение гайдлайнов у больших концертных площадок, в которых будет написано, какие костюмы приемлемы, а какие неприемлемы. И, например, выяснится внезапно, что юбка, которая выше колена больше, чем на 20 сантиметров, это плохая идея, если ты хочешь выступать в олимпийском. Это может звучать смешно, но я подозреваю, что такие гайдлайны еще могут начать крутиться в интернете в течение нескольких месяцев. Это одна история. Вторая история – это самоцензура. Раз этот разговор начался, исполнители могут начать сами задумываться о том, что происходит, если ты выступаешь на большой площадке в платье, которое… исполнительницы, в платье, которое может показаться какой-нибудь мизулиной, каким-нибудь вызывающим. Или в трусах. Или в трусах. Спасибо, Ленор, за ваше разъяснение. Писательница, исследовательница костюма Ленор Горалик была на связи с программой «Человек имеет право». 5 июня во всем мире отмечают Всемирный день окружающей среды, а в России день эколога. Накануне этого праздника Европейский суд по правам человека присудил 26 тысяч евро компенсацией шестерым участникам экологических протестов в России. Двое из них выступали против строительства храма в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге. Другие против строительства участка юго-восточной хорды в Москве. Штрафуют и задерживают экозащитников по всей России регулярно. А вот добиться восстановления их прав в российских судах получается далеко не всегда. Рассказывает Анастасия Тищенко. Вот посмотрите, это вам. Это вам, между прочим. Это дед Пикет. Такое прозвище получил Вадим Панкратов, 67-летний активист из Екатеринбурга. На этом виде он выступает против застройки парка 50-летия в ЛКСМ и Березовой рощи. Приехавший на встречу с жителями глава Екатеринбурга Алексей Орлов его проигнорировал, а вот полиция задержала и отвезла в участок. Панкратов сторонник и можно даже сказать поклонник Владимира Путина. Он часто выходит на акции с плакатами в поддержку российского президента. Так было и в 2019 году, когда жители Екатеринбурга выступали против застройки сквера у театра драмы. Дед Пикет пришел на протест в футболке с надписью «Путин, Родина, Единство! Наши силы, материнство!» Но действиями полиции Панкратов был недоволен. Те задерживали мирных протестующих. Схватили стоящего рядом с ним участника акции. В ответ Панкратов хлопнул одного из полицейских газетой по руке. Против пенсионера возбудили уголовное дело по статье о насилии над представителем власти. Ему грозило до пяти лет лишения свободы. Но суд назначил Панкратову штраф 20 тысяч рублей. Мы за спер! Мы за спер! Всего на акциях против строительства храма в центре Екатеринбурга пять лет назад были задержаны около ста человек. Среди них Иван Волков и Яков Цыганков. Их арестовали на 9 и 10 суток соответственно по статье о повторной организации публичного мероприятия без уведомления властей. 14 мая этого года Европейский суд по правам человека признал, что аресты были незаконными и назначил активистам по 5 тысяч евро компенсации. Правда, российские власти отказались исполнять любые решения Страсбурга, вынесенные после исключения России и Совета Европы в 2022 году. Задерживают участников экоакций в России регулярно. Среди них бывают и представители местных властей. Так, в середине мая в Пензе на 8 суток арестовали депутата городской думы Виктора Хомца по статье об организации несогласованного публичного мероприятия. Хомец встретился с местными жителями у сквера Семейной. Там планируют вырубить деревья и построить дорогу. Участники встречи записали видеообращение к президенту России. Это зеленый островок, глоток свежего воздуха, где растут дети ГПЗ, маленькие дети, наше будущее. Мы вас просим всем районам. Мы будем выставать, мы будем нельзя отнимать у нас последний кусок вот этого вот этого воздуха, вот этого воздуха, где можем глотнуть. И так уже живем, как-то невозможно при такой так запустили грязь и все такое. Впрочем, согласовать митинг бывает практически невозможно. Так, экоактивисты в Волгограде хотели провести акцию против строительства 12-этажных домов водоохранной зоны на берегу Волги. Но местные власти им отказали, сославшись на некую усиленную уборку территории в месте проведения митинга. Суд признал отказ законным. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся к вам от лица жителей Ворошиловского района города Героя Волгограда. В очередной раз мы вынуждены бороться за стройкой прибрежной территории нашей великой реки Волги. По улице Степана Разина 25 на месте бывшего грузового порта в 50 метрах от берега началось масштабное строительство 17-ти и 25-ти этажных жилых домов ЖК берег Волги. Согласно утвержденного генерального плана Волгограда 2007 года на этом земельном участке протяженностью полтора километра предполагалось строительство набережной с парком для жителей Ворошиловского района Волгограда. Однако некогда государственный грузовой порт вместе с землей были выкуплены близкими к руководству региону людям, которые неизвестным образом без проведения публичных слушаний третьими лицами перевели земельные участки под строительство застройщиков. Всего, как подсчитало движение поддержка экозащитников, за первые пять месяцев 2024 года зафиксировано 45 новых эпизодов давления на экоактивистов в 14 регионах России. Пять человек стали обвиняемыми по уголовным статьям. Еще четыре уголовных дела рассматривают в суде. Эта программа Человек имеет право меня зовут Марьяна Тарачешникова на видеосвязи с нашей студией участник эколого-кризисной группы Виталий Серветник. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько заметны и востребованы сегодня усилия экоактивистов в России? Собственно, наша деятельность посвящена мониторингу давления на экологических защитников и для нас конечно же она заметна. Но мне кажется, что и в целом тоже по данным разных коллег мы видим, что экологический протест один из наиболее заметных на третьем месте некоторые ставят по сравнению с разными темами. То есть экологическая повестка по-прежнему волнует жителей России. Мы это видим по протестам и также видим по опросам. Например, некоторое время назад Леводоцентр проводил опрос, где около 70% опрошенных говорили, что проблемы окружающей среды те или иные для них являются важными и значимыми. А по вашим ощущениям, как часто российские власти или правоохранительные органы пытаются политизировать экопротесты и обвинить организаторов этих протестов или каких-то акций экоактивистов, экозащитников в том, что они раскачивают лодку и борются вовсе не за экологические права граждан, а за то, чтобы какие-то свои интересы продвигать политические, экономические и прочее. В этом смысле мне кажется, что чаще всего российские власти стараются деполитизировать экологический в том числе протест. В принципе, экологическая повестка может быть довольно политизирована, потому что действительно вопрос окружающей среды, если мы смотрим в корень, они касаются конкретных территорий, добычи природных ресурсов, обогащения за счет природных ресурсов на конкретной территории и ухудшения положения людей, которые живут на этой территории. Поэтому, если мы смотрим в корень и смотрим на интересантов антиэкологической деятельности, конечно же, тут вылезают экономические уши, политические интересанты, что в современной России довольно связано. Часто руководителями предприятий, строительных компаний являются мэры, губернаторы, прокуроры или их родственники. В принципе, это довольно политическая история. Внизовые активисты, которые непосредственно верят перед собой ту или иную экологическую проблему, чаще всего не смотрят в политической плоскости, что, в принципе, понятно. 20 лет деполитизации всего общества привело к тому, что люди пытаются эту тему не трогать, видя здесь некую опасность. И они стараются говорить в разрезе того, что мы просто хотим чистого воздуха или чтобы наше зеленое насаждение возле нас не вырубали. И в этом смысле, если экологическая повестка не перерастает какой-то политический вопрос, она довольно часто перерастает, потому что власти уже разлучились в какой-то степени реагировать на запросы граждан в демократическом государстве, тем более бояющем, не до обратной связи с местными жителями. Но, я бы сказал, в той степени, пока экологическая проблема не представляет политическую, например, или не становится заметной из Москвы, с ней пытаются разобраться местные руководители. Они пытаются именно разобраться в том плане, что решить проблему, или разобраться в том плане, что заткнуть рты вот этим излишне активным гражданам, которые борются за какой-нибудь сквер, или за то, чтобы не сливали стоки в какую-то реку, или еще за какие-то экологические права. Проще всего, поскольку обратная связь не работает, чаще всего, конечно, заткнуть рты, попытаться, сначала просто игнорировать проблему, а потом пытаться заткнуть рты. Это обычная базовая реакция российского чиновника. Если эта проблема становится более заметной и начинает создавать какую-то политическую проблему, потому что на определенном этапе граждане задаются вопросом, допустим, впервые столкнувшиеся с какой-то экологической проблемой, пытающиеся ее как-то решить, не понимают, почему их игнорируют, почему власти существуют не в их интересах. это такое гражданское пробуждение. Такое происходит и такое удивление, что случилось, почему власти нас не представляют. И когда начинает создаваться уже какая-то политическая, я бы сказал, тогда угроза, тогда власти могут попытаться пойти на уступки, например, либо сами, видя назревание, усугубление конфликта, либо, может быть, федеральные власти могут намекнуть, что нужно вопрос как-то решить, чтобы он не превратился условно в новый шейс или новый куштау, где, например, пришлось заменить двух губернаторов в Архангельской области республики Коми, а в Абашкортостане пришлось национализировать компанию. То есть базовая реакция, конечно же, игнорировать и оказывать давление, но когда, скажем так, жители оказываются настойчивыми, и они отступают или не боятся штрафов или какого-то преследования, и продолжают защищать свои экологические права, тогда удается защищать свои экологические права, и государство может отступить. Если это не касается каких-то очень высоких интересантов, понятно, что если интересантом является какой-то путинский друг, грубо говоря, которому дали на откуп в ту или иную территорию, то здесь шансов, конечно, очень мало. Но если только он уж совсем что-то из ряда вон не вытворит там на этом месте, что-то, что заденет даже самого Путина, скажем так, своей наглостью. Скажите, пожалуйста, а какие точки на карте России сейчас можно назвать наиболее напряженными с точки зрения противостояния властей и экоактивистов, экологов? Например, вот там Москва, Петербург, Московская область, Ленинградская область, как бы крупные, да, агломерации, всегда, там всегда есть какие-то конфликты, это также Челябинская область, Свердловская область, Екатеринбург в основном довольно активные, Юг России очень активный, Краснодар в первую очередь, национальные республики, но Башкортостан у всех на слуху, Северо-Запад тоже довольно активный, то есть, на принципе, видим, можем как бы видеть это по, я бы так сказал, да, сочетание как бы двух факторов, во-первых, какое-то более, может быть, активное население, граждане более активные в этих регионах, и, может быть, как бы насыщенность, в том числе экономическими интересами, ну, вот, собственно, большие города, да, где есть, где застройка уже довольно сложно воспринимается, потому что практически нет зеленых насаждений, например, да, и каждое дерево вызывает конфликт, например, да, вот, соответственно, столкновение интересов вот застройщиков или разработчиков таких плотно населенных территорий, например, да, и при этом такого более гражданско-активного населения вызывает обычный конфликт. Виталий, скажите, а что изменилось, после того, как российские власти, ну, фактически выжили из страны крупнейшие, авторитетнейшие экологические организации международные, ну, и, в общем, и свои, тоже под предлогами их и на агентство, или даже некоторых назвали нежелательными, прикрыли? Как это повлияло на экологическую обстановку? Ну, я бы сказал, что, как бы, крупные организации выполняли довольно важную функцию такой, как бы, национальной адвокации, отпора к каким-то вредным законопроектам и поднятием, ну, глобальной повестки, например, изменения климата, биоразнообразия. Я бы сказал, что эти темы довольно сильно просели, вот, но при этом, как бы, более заметно становятся, не то, чтобы их не было, они просто становятся более заметными, локальные проблемы, где люди защищают свои экологические права, вот эти вот разные помойки, мусоросжигательные заводы, вырубка зеленых насорбений, и, то есть, это именно не какие-то особо охраняемые природные территории, да, которые вдали часто от жителей, да, а вот именно рядом с городами, какие-то городские леса, городские парки, то есть, вот такие вот вопросы, которые непосредственно у людей перед глазами и которые вызывают, вызывают узабоченность. То есть, я бы сказал несколько вещей. Во-первых, действительно, повестка стала более локальной, во-вторых, профессионализм, как мне кажется, несколько проседает, потому что экспертные большие организации обладали ресурсами и серьезными экспертами, низовые активисты, к сожалению, не обладают тем уровнем экспертизы, которым обладали организации, которые десятки лет работали в России, а те, которые обладают, по-прежнему остаются, работают в России, безусловно, ведут себя более осторожно, потому что, ну, в общем, риски, понятно, что есть. То есть, повестка спускается на более низкий уровень, но, с другой стороны, в этом, я вижу и некую возможность, скажем так, граждане становятся более активными, и от них требуется не просто лайкнуть петицию или пожертвовать какие-то деньги, от них требуется более активное вовлечение в защиту своих экологических прав. В этом смысле происходит некая гражданизация общества, где они вовлекаются, сталкиваются с системой, понимают, что с ней не так, и задаются более серьезными уже вопросами. Этот процесс мы тоже видим. воспитание гражданского общества через экологическую повестку. Спасибо. Спасибо большое. Участник эколого-кризисной группы Виталий Серветник был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Виталий. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачашникова. До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин